Здравствуйте дорогие друзья! Небольшой обзор на универсальные баллонки, либо телематчи, кому как больше нравится. Это в принципе такое нечто среднее от компании Kaido Pro. Это моделька Surpass, называется. Выпускаются они в длинных от 4 до 6 метров, с шагом полметра. Но вот у меня сейчас на столе четверка и пятерка, потому что они в общем-то самые такие востребованные. 4,5 тоже востребованы, у нас они были, но пока у меня выкроилось время сделать обзор, их просто все расхватали у нас покупатели. Их было несколько десятков и люди просто смели их. Вот чуть-чуть осталось в общем-то только вот четверки и пятерки. Чем они хороши? Конечно, первое это ценой, то есть это совершенно небольшая цена. Второе это транспортная длина, это малая транспортная длина, удилища сами по себе достаточно короткого сложения, как вы видите. И они универсальны, на них можно совершенно спокойно ловить карпа, не боясь, что они сломаются. Ну понятно, что через там не выбрасывать их через спину, но тем не менее, то есть это достаточно универсальное удилище, где можно кинуть в багажник, поехать с ребенком, с женой на платник, половить там форельку, карпа и чего угодно. Да и в общем-то там на лесное какое-то озеро просто на рыбалке посидеть, забросить. Да, вплоть до того, что там чуть ли не на щучку с живцом. Значит, удилище комплектуется таким катушкодержателем Кайда, который в общем-то имеет достаточно немаленький ход. И соответственно сюда устанавливаются катушки, лапкой катушки до 4000. Ну вот я больше может установиться, но все, которые в магазине были, мы взяли вот 3-4 штуки и их поставили. Она совершенно спокойно встала. Ну, соответственно, 4000 сюда особо устанавливать не надо, конечно, но вот просто для того, чтобы у вас понимание это было. Ну, как правило, сюда рекомендуется там 2000-3000 катушечка. В общем-то, может даже полторашку кого есть, да, потому что по большому счету это все хозяйство, такая катушка на таких удилищах служит для хранения лески по большому счету. Здесь не нужна дорогая катушка, там, да, как в спиннинговой теме, где нужна идеальная работа фрикциона, идеальный лесоукладчик, который может работать с тончайшими плетенкой, с тончайшими плетеными лесками. Здесь такого не нужно, здесь попроще все. Значит, удилище комплектуется вот таким чехлом, соответственно, да, закрывающимся. И что крайне интересно и важно, это вот, видите, такой вот жесткий чехол. Очень приятный и приятного цвета, зелененького такого, он смотрится, в общем-то, слегка под мавер даже, да, итальянский. Вот. Дальше хлыст комплектуется одним подвижным разгрузочным колечком. Дальше уже у нас подвижных разгрузочных колец нету. Ну, идет, соответственно, дальше серии. Значит, по усилению стыка, я здесь не вижу усиления стыка, но по большому счету здесь не особо это важно. Почему? Потому что, во-первых, сама толщина стенок достаточно большая, которая способна выдержать любую нагрузку, это первое. Второе, соответственно, вот эта обмотка колец, она дополнительно служит защитой от расщепления торцов, это два. А в-третьих, вы увидите это дальше на видео, когда мы их разложим с Константином Михайловичем, вы увидите, что сам строить их удилищ, он компенсирует очень здорово все рывки рыбы, и он действительно загружается полностью по полной до рукояти, да, чтобы какого-то напряжения в каком-то корене такой строй позволяет избежать. Так, значит, я измерил характеристики, вот за кадром у меня бумажечка, я вам скажу. Значит, четверка вместе с чехлом 80 сантиметров транспортная. Если ее вытащить из чехла вот в таком виде, то 74, соответственно, вес 175 грамм, диаметр комля 20 миллиметров, и по фактической длине, я сейчас ее померю, вы увидите, когда я разложу, ну, по-моему, здесь минус 15 сантиметров, а в пятерке минус 20 сантиметров. Ну, и пятерка, соответственно, 77, это вот такая у нее длина транспортная, вот в таком виде, и вместе с ее чехлом 86. Вес 270 грамм, диаметр комля 24,5, я измерял вот примерно вот здесь. Обязательно подписывайтесь на три, минимум на три социальные сети нашего магазина. При этом вы получаете бессрочную гарантию на заводской брак на все удилища, купленные у нас. Более того, при этом вы вступаете в программу лояльности и получаете бесплатно до двух запчастей в год в период действия такой акции, даже если вы удилище сломали сами, случайно по своей неосторожности, или там кто-то вам наступил на него, уронили и тому подобное. То есть такие акции мы проводим уже три года, это не является публичной офертой, мы можем их прекратить в любой момент, исходя из экономической ситуации, личного магазина, да, и общей ситуации и так далее. Но пока проводим, поэтому подписывайтесь, вам гарантирована и низкая цена, и бессрочная гарантия на заводской брак, и бесплатно две запасные части в год. Но подробнее условия таких акций почитайте, пожалуйста, на сайте магазина Мультифиш, в разделе программы лояльности. Никто такого предложить вам не может. Давайте теперь разложим и посмотрим строй. Итак, друзья, разобрали Сурпас. Четверка у меня в руках. Две самые востребованные длины, 4 и 5 метров. Ну вот, четверочка, смотрите. Сейчас мы ее нагрузим. Увидите, что на нее можно и карпа таскать совершенно спокойно. Смотрите. Видите, как она загружается, бланка дальше. То есть можно смело брать в поход, в багажник, куда угодно. Четверка просто шикарная. Ну, в плане надежности шикарная, я имею в виду. Вот. Фактическая длина минус 15 сантиметров у четверки и минус 20 сантиметров у пятерки. Имейте в виду. Ну, тоже, смотрите. Ну, вполне приемлемо. В руках я не могу тоже сказать, что она плохо лежит. Мощь чувствуется. Давайте нагрузим. Вот, смотрите, то же самое. Хорошая такая вот прям. Ну, отличная палочка. Универсал такой на любые случаи жизни, как говорится. Итак, друзья, я думаю, вам понравились за небольшую совершенно цену. Имейте в виду, если вы подпишетесь на три соцсети, то у вас будет еще крупная скидка от этой цены, что вы видите в магазине. Поэтому в конце видео, пожалуйста, поставьте пальчик вверх, нажмите кнопочку подписаться и смотрите ролики больших рыб вам, удачной рыбалки и позитивного настроения. Всего вам доброго и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok